Приветствую всех на моем канале! Сегодня у нас на переделке вот такая замечательная штука шуруповерт Makita. Заметьте, как сделаны защёлочки. Шуруповерт уже 7 лет, в 2010 году где-то он покупался. Проблема в том, что аккумуляторы уже имеют саморазряд. Будем пытаться переводить на литий. Посмотрим, сможет ли работать зарядка в этих режимах без переделки. Все проверим. Если все будет работать, переделаем на литий. Подключим ее к сети. Посмотрим, какие у нее параметры. Напряжение холостого хода. Такое ощущение, что она здесь, естественно, тоже умная. И просто так напряжение на выход особое не подаст. 22,8. Но это не факт, она еще в режиме ожидания находится аккумулятор. По-хорошему, надо бы один аккумулятор разобрать. И там, скорее всего, стоят термопара. Может даже не один датчик, несколько. И, скорее всего, без этого она нормально, не при напряжении, на выход и не подает. Главное, чтобы она не была выше 30 вольт. Сейчас разберу один и посмотрим. Пластик довольно-таки качественный. Так, здесь один. И еще один. Вот он датчик, скорее всего, как раз датчик температуры. А это обычный уже, если все конкретно пойдет не так, то он разомкнет здесь все. Если они будут перегреваться, зарядка. Бывает такое, что когда кадмий деградирует, то уже по дельтапику не срабатывают зарядки. Он не так ярко выражен. Может быть, еще как и дополнительная защита, мало ли чем, может зарядка не сработает. Всякое бывает, и они сделали еще одну защиту. В принципе, такую на биметаллической пластине я у многих вижу. Это довольно-таки дешево сделать. Другое дело, датчик температуры городить. Должна зарядка это все поддерживать. Можно, кстати, разобрать, посмотреть, какая зарядка. Так, что у нас здесь с зарядки? Ну, в принципе, чего и следовало ожидать. Зарядка здесь не простая, а золотая. Кстати, резистор стоит. Думаю, можно им немножко подрегулировать ток. Если, конечно, напряжение будет в норме, придется эту зарядку заменять чем-то другим. Сейчас я займусь аккумулятором. Надо будет отсюда выломать таким вот образом под дену и потом уже путиками оторвать контакты от самих элементов и снять часть с датчиками, чтобы проверить зарядку. Аккуратно вытаскиваем. И здесь датчик температуры был на термоклее. В принципе, все, что нам нужно, а это на мусорку. Подписал я сразу, чтобы потом не запариться. Перешла в режим поиска аккумулятора, но не нашла его, так как подключены только датчики. Надо замерить напряжение теперь. 27 вольт. Так, подключим. И опять подключим. На всякий случай. 27 вольт. В принципе, напряжение приемлемо. Думаю, БМС гореть не будут. Подключил я литий-ионный блок. Правда, на 12 вольт. Но ничего страшного. Для проверки тока. Поставим меточку здесь. И попробуем повращать его. В принципе, ток неплохо так регулируется. Под отошитом для элементов 25R. 1,2 Ампера стандартный ток считается. И 4 Ампера. Это быстрая зарядка. Так как литий все равно быстрее заряжается. Кадмия идет на реакцию. Много энергии. Довольно-таки быстрее заряжается. Думаю, можно снизить ток немножко. Продлить срок службы аккумулятора. Сильно низко не буду до упора. Сделаю 2,3 Ампера. Наверное, так и оставлю. Если вдруг ренза хочет больше, поставлю по максимуму, конечно, 3 Ампера. В принципе, допустимо. Аккумулятор сейчас находится в средней точке. Поэтому данный ток довольно-таки показательный. Он будет на продолжении всего цикла заряда. Так как только напряжение превысит на одной из ячейок, БМС отключит. Так как напряжение у нас выше. Сейчас буду собирать модуль, варить 4С. Ссылки все на аккумуляторы, на БМС, которые буду использовать, оставлю в описании. Итак, аккумулятор готов. Он заряжен на 50%. Осталось только приклеить радиатор и датчик температуры тоже к ячейкам приклеить. Кстати, можно проверить сейчас. Ну, ток довольно-таки большой, поэтому напряжение так резко подскакивает на 0,1 В. Проверил только что по верхнему порогу, когда отработала БМС, зарядка перешла в режим начала моргать красный-зеленый. Можно будет, в принципе, использовать в качестве сигнализатора, что аккумулятор заряжен. Ну, и также проверил то, что БМС не горит. 27 Вольт, значит. Такого типа шуруповерты с такими зарядками можно без проблем переделывать, ничего не внося, никаких изменений в конструкцию зарядки. Здесь я уже залил, также удлинил провода датчиков, чтобы можно было, если что, обслуживать этот аккумулятор. Приклеил на термосиликон радиатор небольшой. Транзисторы не греются. Термосиликон, ну, тоже ссылочку оставлю на термосиликон. Я его храню в шприцах. Шприц выдавливаю из тюбика и так удобнее наносить. Датчик один приклеил сюда, другой сюда. Литиевые аккумуляторы так не нагреваются при заряде. Поэтому эти датчики, ну, только для того, чтобы зарядка работала. Нештатный режим, он, конечно, всегда возможен. Оставил, чтобы они были. Так их можно было, в принципе, не удлинять, пусть бы там висели в этой части. Но лучше их закрепить, мало ли чего. Также я перевернул аккумулятор. Он был вот таким вот образом, провода вверх. Я его положил на бок, потому что так с трудом всё это заходит. Радиатор всё здесь плохо помещается по высоте. А сейчас, в принципе, всё хорошо сюда заходит. Ну, вот он так закрывается без проблем. На второй скорости. Ну, на четырнадцатый уже срабатывает защита. Шунт немножко загрубил. Да, защита срабатывала чуть раньше, поэтому немножко загрубил шунт, так как поставил радиатор, да и они не греются. Если долго в таком режиме использовать, то уже нагреваются аккумуляторы, становятся тёплыми, поэтому... Дальше загрублять шунт смысла не вижу. Можно перегреть аккумуляторы, защита никак... Шуруповёрт никак не контролирует, естественно. В современных литиевых может и контролировать. Здесь просто два вывода, и всё. Также мы сейчас взвесим аккумуляторы. 321 грамм. 641 грамм. Ну, в два раза по весу. А ёмкость здесь 2500 мАч стала, а старый на 1300 мАч. Разница, конечно. Ну да, если даже использовать этот старый аккумулятор, поставить без трещотки, то, конечно, защита не отрабатывает. Он продолжает тянуть, тянуть. Это, возможно, кстати, и портит аккумуляторы. Всё-таки такие. Их тоже нужно потоком защищать. Никто их не защищает. Защищает только литий. Хотя, у строителей это расходный материал, но не у всех. Лучше переделать, чем купить новые. Тем более, это и старый, старых запасов. Ещё макита хорошая. Не та, конечно, которая в начале 2000-х. Но не та, которая сейчас. Сейчас вообще. На этом, думаю, видео закончить. Осталось только его собрать, скрутить и всё. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Лайки стимулируют меня снимать новые видео. По количеству лайков, я вижу, какая тематика вам нравится. Интересно, конечно, узнать мнение других людей о данной переделке, да и вообще пообщаться, какие-то мысли интересные услышать. Кто-то меня спрашивает, кого-то я спрашиваю. Поэтому не стесняйтесь, комментируйте. Спасибо за просмотр ещё раз. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.